Перепиши 51% туда, куда я скажу. Я говорю, почему я вообще должна свое кому-то переписывать? Ну нет, конечно. Вот перепиши 51%, я начну тебе давать тундера. А тундера у нас сумма миллиардные, сумасшедшие суммы. Какого черта возврат денег, я тебя посажу, короче, переписывай. Охренелась, что ли, короче, в асфальт тебя закатаю, сядешь у меня. Я что-то типа не понял, что ты там переписываешь, ничего не собираешься, что ли? Не перепишешь, посажу тебя в чум. Когда перепишешь, пап спрашивает, когда? Когда я говорю, нет, ничего переписывать не буду, она говорит, ну, тогда у тебя все заберем. Судея КТЖ говорит, мы все перепутали. Столовая превратилась, там, не знаю, во что, библиотека, в той хану. Все стоит на месте, просто все это выглядит теперь очень красиво, а не так, как это было во время КТЖ. В общем, суд был предрешен. За пять минут до начала процесса, процесс отменяется. У меня есть голосовые, где руководитель аппарата говорит, Нурлан Ербекович, Теребит, надо быстрее тебе переписать, потому что тундера горят на 200-300 миллиардов. В 2022 году у нас начинается вот эта активность в Казахстане, вообще тема демонополизации. И мне звонят в основном с КТЖ и говорят, председатель правления КТЖ в лице Сауромбаева пытается вас включить в список по демонополизации. Каждый день от КТЖ уходят письма. Уходят письма, вот, я говорю, ну, у нас же сделка чистая, потому что у нас, допустим, если брать, если у кого-то юридические моменты нарушены, или они были с одного источника куплены, у нас, во-первых, цена такая повыше, да, чем 9,6 миллиардов Эрнст оценил, мы за 10,2 миллиарда купили. На тот момент, на самом деле, даже новостях есть, 18-й год, что это был самый дорогой год на тот момент. Потом, если не шума, какие-то заправки пошли, да, подороже. Это был самый дорогой год. После этого здесь проходит в октябре месяце проверка со стороны Генеральной прокуратуры. Она такая, как вам сказать, негласная, да, но я в курсе этой проверки, потому что мы документы предоставляли. И там приходят, нарушены ли какие-нибудь, какие-нибудь, есть ли какие-нибудь нарушения в рамках приватизации, в рамках самого аукциона. Ну, не нашли никаких косяков, да, все чисто. Здесь же в любом случае, если какой-то косяк, то он не наш, да, то он будет только в отношении к ЭТЖ, по сути дела, ну, что они где-то что-то неправильно выставили. Не было ничего, ну, найдено, все, закрылся вопрос. Аурабаев пытается дальше вывести на демонополизацию. И мне уже просто говорят, блин, вот это вот уже ненормально, встречи с человеком. Он меня приглашает к себе в офис. Я приезжаю к нему в офис, встретилась с ним. И вот у нас разговор начинается с того, что я ему говорю, вот презентация. Вот презентация академии, вот есть академия. Начинаю рассказывать про проблемы, потому что ЭТЖ без конца орет, что мы их не оснащаем нужными кадрами. Я говорю, да, у нас есть такой момент, но момент только у вас на севере Казахстана. Мы находимся в Алмате, да, соответственно, к нам юг поступает в основном. Все же по локации все равно смотрят. Да, к нам немножко с востока поступает, поступает очень много еще, конечно, запада. Но с севера, по сути, к нам никто не приезжает, потому что есть же такие более тяжеловесные университеты в Астане. Но они не имеют типа железнодорожного профиля. Я ему говорю, вот еще есть вторая презентация. Если вам так университет вот прям нужен, давайте откроем университет. У вас здание, скорее всего, есть. Если нет зданий, то на торгах на тот момент было здание Казмуна и Газа выставлено. Я говорю, они его уж там второй год продать не могут. Но, наверное, под университет там можно бы получить это здание. Я ему показываю вторую презентацию университета. Я говорю, давайте, давайте вот этот. И он мне такой говорит, что-то я не понял, типа, ты что-то приехала за помощью, а не про университет свой рассказывать. Я такая, в смысле? У тебя начинает говорить, у тебя большие проблемы. Там рисует на доске, тема, короче, белая доска, маркерная, да? И рисует 51% и говорит, перепиши 51% туда, куда я скажу. Я говорю, почему я вообще должна свое кому-то переписывать? Ну, нет, конечно. И он мне говорит, я же, типа, во благих намерениях. Вот перепиши 51%, я начну тебе давать тендера. А тендера у нас суммы миллиардные, сумасшедшие суммы. Я ему говорю, в чем проблема, если вы по профилю даете академии? В чем проблема, ну, в обычном порядке? У нас на тот момент есть тендера, которую мы к этаже, мы сделали Тео, Бахте, Аякс. Там сумма, что около 200 миллионов. Он там смотрит и говорит, вот у меня уже справка есть даже по тебе, что там у тебя тендер на 200 миллионов. Перепишешь долю, куда я скажу, и будет тебе тендера на миллиард. Но я ему говорю, я вот как вы раньше мойка делали, КЗТК, я говорю, я так работать не собираюсь. Ну, для меня это чревато, да, завтра. Я говорю, нет, я переписывать не буду. И он мне начинает тему. Вот ты знаешь, что ты в списках по демонополизации? Ты же видела, как по демонополизации вот этот вообще разбор полетов идет? Там уголовки на людей возбуждают, людей садят. Я говорю, вы знаете, если вы хотите вот с Академией вообще разорвать договор, говорю, если мы смотрим со стороны КТЖ, это не с вашей стороны, то у вас возврат денег. Он мне говорит, какого черта возврат денег, я тебя посажу, короче, переписываю. В общем, начинает такие вещи, типа, как он называется, охренелась, что ли, короче, в асфальт тебя закатаюсь, сядешь у меня. Вот это, кстати, сядешь в тюрьму, у него вот даже при последней встрече было. И я, в общем, отказываюсь от этого всего. Я ему говорю, давайте вот тему нового университета. Вам же университет нужен. Давайте я вам помогу открыть этот новый университет. И будем в рамках этого университета с вами двигаться. Дальше посмотрите, что делать, как делать. Я говорю, меня не трогайте, я вам помогу с этим новым университетом. Он говорит, хорошо, ладно, давайте, давайте типа меморандум подпишем о новом университете. КТЖ дает меморандумы в открытии нового университета. Я встречаюсь с министрами, со всеми встречаюсь, обсуждаем мы этот новый университет. Вроде как все не против, да, это все в принципе в целом неплохо. Опять мне звонят и говорят, надо навстречу к Самурамбаеву. Приехать, я приезжаю к нему на встречу, и он мне говорит на встрече. Я что-то типа не понял, что ты там переписывать ничего не собираешься, что ли. Типа я же тебе ясно сказала, не перепишешь, не перепишешь, посажу тебя в тюрьму. Я говорю, зачем, кому, куда я должна переписать. Вот куда скажу, туда я должна переписать. И он мне говорит, с тобой свяжется. Вот так вот дочка нарисовалась, которая приезжает. Она говорит, когда перепишешь, папа спрашивает, когда. Когда я говорю, нет, ничего переписывать не буду. Она говорит, ну тогда у тебя все заберем. У нас такая короткая встреча, вторая была. Если она такая первая была, достаточно же такая. Первый раз я человека вижу, мы там поболтали. Она сказала, что она к сфере образования никакого отношения не имеет. Папа сказал встретиться, а суть я типа узнаю, приеду. И вот так нагло я говорю, я семья Саврамбаевых ничего отдавать не собираюсь. В общем, требует дочери, я отказываю. Теперь у нас преддверие наурыза. Звонит нам советник, точнее мне звонит советник и говорит, Нурлан Ермекович срочно просит приехать делегацию от академии. Ну на мой вопрос, зачем, куда и так далее. Он говорит, нет, нет, приезжайте. Я объясняю, что наурыз билетов же нет, нет, покупайте билеты. Здесь правительство спустили большой проект, академия должна его выполнить прямо в самое кратчайшее время. Нужна еще ваша профессура с собой. Ну мы отсюда вылетаем, получается, в составе троих людей, и в Астане у нас уже был человек. Мы едем навстречу, и вот у нас типа совещание проходит. На совещании проводит его сам президент КТЖ, и он начинает говорить. Вот типа проект, а там разработка нормативных документов по ремонту железной дороги. Вот как Россия сделала, примерно все то же самое. Такой небольшой совершенно тендер. Наши говорят, все хорошо, да, мы выполним. И вот он говорит при всех вот такую вещь. Сейчас Бульзан кое-какие манипуляции сделает, и вы будете получать по полтора, хорошо, и будете получать по полтора миллиарда в год. В адрес академии. И уводит меня. И мы идем к нему в кабинет, и он мне говорит, переписывай. Я ему говорю, ничего переписывать не буду. Почему я должна переписывать? Перепиши, ну получишь многомиллиардные тендера. Я говорю, завтра вот это вот все, что вы хотите, говорю, мыть деньги. Я говорю, я не хочу в этом участвовать. Он такой, а ладно, хорошо. Я дальше возвращаюсь на совещание, выхожу с этого совещания, там уж совещание с топами, да, с другими топ-менеджерами, и предстоит юрист с уведомлением о расторжении договора. И ознакомлю от меня. Но он же никак говорит, типа, перепиши, не перепиши, я все заберу. И вот и стоит с уведомлением о расторжении. Но я ознакомилась с этим уведомлением, и дальше у нас начинается уже в мае месяце суд. До суда, что происходит, что вот, наверное, не было освещено, да, в СМИ, и с чем мы дальше идем, ну, к силовой, да, структуре, это манипуляция демонополизацией. Начинается у нас суд, и в начале суда нам скидывает КТЖ со своей почты, юристы. Справка, справка называется по демонополизации. Справка, сейчас скажу, справка управляющей компанией КЗТК. В справке четко написано, первое, КЗТК должен выйти в суде с инициативой подарить в КТЖ теперь, в КТЖ 25% акций плюс одна акция. Это такой блокирующий, да, пакет 25 плюс одна, можно управлять. Далее, после подписания медиации КТЖ выйдет на комиссию по демонополизации. Потому что мы же в суде говорим без конца, во-первых, незаконное расторжение, во-вторых, вы с нами расторгаете договор тогда, когда остается месяц, всего один месяц до истечения этого договора. Второй момент, вот получается, это же непорядочность, как просрочка кредитора, как по закону называется, что они не имели права, до месяца его остался, а они с нами расторгают договор на основании реорганизации, которая произошла в 20-м году. Мы их уведомили в 20-м году. В 20-м году никто ни на что не реагирует, после чего вот они пишут, в общем, суд начинается у нас с медиации. Медиация у нас идет два месяца, у меня есть адвокат, который полностью все эти процессы ведет, и у нас начинается вот эта процедура примирения, где КТЖ каждый раз скидывает нам справки, указания, что мы должны сказать. Ну и разговоры у меня есть, да, их публиковали уже СМИ, о том, что я руководитель аппарату говорю, покажите, о том, что мы на демонополизации. Он говорит, юристы сказали. В официальной переписке, когда адвокат пишет юриста, где это мы на демонополизации, они пишут, это под грифом секретно. Ну, значит, они говорят, что мы на демонополизации, у них под грифом секретно. Чистой воды на самом деле манипуляция. К этому времени у нас уже есть под конец медиации, у нас есть уже письма, мы запросы отправили на имя премьер-министра, который является председателем комиссии по демонополизации, и мы получили ответ о том, что нас нет в списках по демонополизации. У нас нет в списках по демонополизации, у нас есть официальные ответы от двух министерств. Нет в списке. На что в суде КТЖ говорит, мы все перепутали. Мы все перепутали, да. Суд на это вообще внимания не обращает. Объясню, что в моем понимании хотели сделать. Тут же вопрос признания того, что у меня есть нарушение. Вы же говорите, у меня нет нарушений. Я вас в 2020 году оповестила, по закону мне не запрещено сделать реорганизацию. Генпрокуратура проверила, да. Генпрокуратура проверила. Расторжение за месяц до истечения особых условий. Вот для понимания, в 2018 году в апреле месяце мы заключили договор с КТЖ. Мы 6 месяцев проходим экономическую концентрацию. Это министерство экономики смотрит, не ограничиваем ли мы чью-то конкуренцию. Ну не мы КТЖ, да, наверное, в этом случае. Нет ли нарушения закона о конкуренции. 6 месяцев, да, это находится наверху на проверке у министерства. Министерство все эти вещи проверило. И после этой проверки в сентябре месяце нам дали бумажку, окончательную концентрацию о том, что мы ее прошли. И в сентябре месяце мы вносим полную оплату. 100% академии, пакета акций и право собственности к нам перешло в сентябре 2018 года. Но в договоре остаются особые условия, где написано о том, что мы должны улучшать академию. Целью КТЖ на самом деле было сохранить саму академию. Как они любят говорить, чтобы она не превратилась в девелоперский проект. Так она не превратилась в этот проект. Но КТЖ, манипулируя в, наверное, личных целях самого президента КТЖ, председателя правления КТЖ, и они вот расторгают договор. Вопрос-то другой возникает. КТЖ, имея долг 2,4 триллиона, посмотрите в официальную финку, долг 2,4 триллиона. Чистая прибыль за 2022 год всего 36 миллиардов. 36. Они расторгают договор с владельцем акций для того, чтобы произвести возврат 10 миллиардов, плюс еще мои взносы, при чистой прибыли 36 миллиардов. Раз. Второе, КТЖ выходит на IPO. Ну, для всех известно, да? Вроде типа с 2024 года все двинулось на 2025 год. Для выхода на IPO им, как вам сказать, им не нужна академия, это точно, потому что академия это социальный объект, раз. Второе, это непрофильный объект, в связи с чем было, плюс еще он убыточный. В руках КТЖ он станет, скорее всего, еще опять снова объектом, который будет КТЖ обязана датировать. Ну, цели же понятны, потому что позиция самого, самих топ-менеджеров КТЖ, если убрать, да, самого представителя управления, то этот объект не нужен. Они говорят, мы и так еле-еле его продали, да, продали очень хорошо, нам возврат не нужен, потому что они объясняют, что забрав сейчас академию, они в декабре выставят снова на торги. После того, как опубликовали мы обращение к президенту, опубликовали ряд СМИ о том, что у нас происходит рейдерский захват бизнеса в лице головы, мы получили такую ответную, да, атаку со стороны КТЖ, она такая была очень грязная, низкая. Посмотрите, да, как они пишут, что столовая превратилась, там, не знаю, во что, библиотека в той хану. Все стоит на месте, просто все это выглядит теперь очень красиво, а не так, как это было во время КТЖ. Это раз момент. А второе относительно внучки Тенышпаева, ну, выложили же опровержение, она сказала, я вообще даже не понимаю, в чем речь. Да, мне звонили, ко мне там приходили, но я такому интервью не давала. У нее здесь есть кабинет, кстати, в академии, у нас есть музей, нет, и на шпай. А кто брал, откуда эта информация была? Вообще говорят, что это КТЖ, потому что у меня еще есть информация другая, мне позвонили родственники или знакомые, я не помню точно, кто, с тем, что КТЖ заставлял ветерана железной дороги, вот, я не знаю, процедатель ветеранов, кажется, да, он называется, у него взять интервью о том, что он выступает за возврат академии в собственность, он там и с ними, грубо сказать, вступил в борьбу и отказывался записывать, после чего ему сказали, либо ты будешь говорить, как мы хотим, либо мы тебе, а у тебя заберем кабинет и вообще я тебя выгоним с КТЖ. После чего наши юристы тоже там вмешались, я сколько знаю, в это видео так и не вышло, потому что такое давление, да, касание КТЖ было. Ну, юридически, в общем, вмешались и не было, да, этого видео. Что у нас происходит с акциями? У нас, в общем, беспредел КТЖ на этом не заканчивается, проходит первая инстанция, да, где суд вынес решение не в нашу пользу, есть очень много нарушений суда, мы обратились уже в Генеральную прокуратуру, обратились в судебные жюри, обратились в Верховный суд о нарушениях со стороны судей Сарсикиева, который рассматривал нас на первой инстанции. В первую очередь у нас иск, адвокат про это говорил, описал, что у них иск был, который подлежит к возврату, судья при этом принял. Потом под конец процесса иск КТЖ меняет, делает его имущественным, платит госпошлину, но на это суд не обращает внимания, еще и госпошлину КТЖ возвращает. После медиации, в общем, у нас там один-два процесса, Иисус за 10 минут решил, мы пошли в апелляцию. В апелляции, не знаю, сколько она, максимум 10 минут дали, они решили, что решение остается в силе. После чего в октябре месяце дает суд исполнительные листы. Исполнительные листы, 6 октября выдаются исполнительные листы, они почему-то чудом в этот же день попадают к судебному исполнителю. Судебный исполнитель говорит, это пятница, 6 октября, высылает мне, наш юрист ознакомливается с исполнительным листом, и он пишет, что мы за субботу и воскресенье должны переписать акции. Мы пишем ответ, что я протестовую, начинаем писать жалобу в суд о том, что наши конституционные права ущемлены, как это мы за субботу и воскресенье должны переписать акции. Что-то физически невозможно сделать. В связи с чем мы подали в суд, написали также часы и оповестили его. Но часы на этом не останавливаются. Часы 12 октября делает, скажем вам, постановление о взыскании имущества. В рамках этого постановления получает санкцию прокурора. В этом постановлении изменяет решение суда. По решению суда мы должны сами переписать, но мы же не против, дайте нам реальные сроки. Он переписывает это постановление, вводит в заблуждение прокуратуру и дописывает, что центральный депозитарий, кто является оператором по управлению акциями, он должен переписать акции. После чего он 13-12 числа акции списывает в счет КТЖ. При этом за один день до этого, 11 числа, суд Алматинский вынес определение о приостановлении действия часы по исполнительному производству в связи с тем, что начался суд по его действиям. Но часы никаким образом на него это не влияет. Он, минуя решение суда, определение суда, он списывает акции. В связи с чем сейчас у нас продолжаются судебные разбирательства, мы направили правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного производства в отношении часы, потому что нам сейчас прощинен ущерб, у нас идут суды, у нас акции забрали по беспределу, это один момент. Второй момент, в ходе разбирательства судебного вскрывается другой документ от 12 июля, где часы обращаются в центральный депозитарий. Смотрите, решение суда вышло 21 июля. Получается, КТЖ уже знал о том, что они суд выиграют, а не 12 июля уже часы наняли. Который уйдет в депозитарий и пытается узнать сведения по акции. В общем, суд был предрешен. Про что мы пытаемся до всех донести, сказать о том, что суд занял позицию КТЖ и, возможно, есть, как говорят, неформальный какой-то контакт, потому что действие часы на все это указано 12 июля. Ну как это вы судите с человеком? Вы же не знаете, выиграть его не выиграть. Но вы уже наняли часы. Часы в центральный депозитарий отправляют запрос. Депозитарий отвечает, а есть постановление суда? Вот только после постановления суда мы можем вам что-то дать. Во время суда сейчас идут процессы. Во время процессов часы так и говорят. КТЖ сказал, КТЖ попросил, КТЖ то, КТЖ сё. Ну, в общем, беспредел национальной компании, я думаю, налицо просто. Вот такими вещами. Что у нас происходит дальше? У нас происходит, это неделю назад, должен был процесс состояться в Астане, где КТЖ попросил, внёс своё заявление о том, чтобы изменить решение суда. Где должны были, они просят о том, чтобы написали 100% акции, должны передать КТЖ. Где мы у них купили 290 тысяч акций. Мы 290 тысяч акций и должны вернуть по решению суда. Но КТЖ хочет расширить и выпустить дополнительное решение. При этом наш судья с РСК знает, что дело находится в апелляции. Он назначает процесс, но благодаря вашим коллегам в СМИ, которые активно начинают подключаться к процессу, за 5 минут до начала процесса, процесс отменяется. Где пишут, а дело находится в апелляции, в связи с чем суд отменяется. А вы когда назначали, вы не знали, что оно находится? Ну, ещё там беспредел на беспределе. Жалобы нами отражены, отправлены в соответствующие органы. Суд, чтобы вы понимали, наши дочерние компании восстановили сроки. То бишь, у нас будет апелляция снова. Мы будем надеяться, наверное, в этот раз на адекватность суда, потому что уже и СМИ понимают, что беспредел идёт. Я думаю, что будет адекватное рассмотрение. Вы знаете, я сама, да, мне очень много кто спрашивает, а как это председатель управления КТЖ так может вот так вот говорить? Я говорю, ну человек, я седим, я под ногами не чувствую. Я что могу сказать? Вот я что имею, то имею. У меня есть на руках всё. Потому что он не стесняется, да, и манипулирует комиссия по демонополизации, где председательствующий премьер-министр. И он мне каждый раз же этим запугивает. У тебя проблемы? Перепиши меня. У вас ответ есть, да? У меня есть официальный ответ от Министерства индустрии, на тот момент называлась, от Министерства финансов, что наш объект не рассматривался. Раз. Потом все знают, как демонополизация происходит, да? Ну, есть уже кейсы, как возвращаются эти активы. Но мы купили за сумасшедшие на тот период деньги. Раз. Второе, это была приватизация, это не было с одного источника. Вот вы тоже захотели бы зайти на торги, вы тоже даже зашли, у вас есть это право. И вам всего нужно было, там, 72 миллиона внести гарантийного взноса. Гарантийное, чтобы поучаствовать в этом, по сути, это дело. Ну, в смысле, это такая бизнес-бизнес-структура. Плюс еще, ну, как бы, мною, допустим, это не первый объект, который был куплен на приватизацию. Но у меня на опыте первый раз такая наглость, да, требовать переписать долю, и еще и такую большую. Ну, и... Вы на имя Ауганбаева тоже писали, да, самого самруха, да? Вы не поверите, но самрух вообще руки поднял. Он взял все, все письма полностью переадресовал в КТЖ. Было как? Мы написали на имя председателя, ой, на имя правительства, на имя премьер-министра, аппарат премьер-министра переадресовал письма в самрух Эллана. Самрух своего учить все переадресовал в КТЖ. Все наши жалобы и того в КТЖ. В КТЖ все очень коротко, он отвечает. Они говорят, ну, мы же суды проиграли. Ну, знаете, большой на самом деле вопрос. Если мы говорим про один кейс, то, что он хотел себе, он не получил, что он хотел. Второй кейс мы говорим про то, что он хотел отмывать деньги. Ну, возможно, отмывать. Ну, давайте так, продолжение ко мне же, как есть. У меня есть голосовые, где руководитель аппарата говорит, Нурлан Ербекович, Теребит, надо быстрее тебе переписать, потому что тундера горят на 200-300 миллиардов. Теребит. Теребит. Корректор А.Кулакова Теребит.